11 остановок трамвая приведут в порядок этим летом. Конечно, если хватит денег в бюджете. Работу намерены провести в Зальцовском и Калининском районах. Там появятся перроны для пассажиров и ограждения. Сегодня с просьбой оборудовать остановку горбольница к Анатолию Локтю обратилась местная жительница. Что ответил мэр Новосибирска, знает Александр Сульдин. Улица Дуси-Ковальчук. Середина дня. Остановка горбольница. Машины и автобусы сплошным потоком. Останавливается трамвай. Ждет, пока для пешеходов загорится зеленый. Открывает двери. Те, кто приехал, сразу попадают на проезжую часть. Короткая перебежка. Успеть, пока пищит светофор. Успевают все. Однако от лихача никто не застрахован. По-настоящему помогут только оборудованные остановки. На этой улице их пока две. Буквально через несколько минут езды на площади Калинина практически образцово-показательная остановка трамвая. Здесь есть все необходимые. Дорожные знаки, пешеходный переход, ограждение и самое главное перрон для пассажиров. Удобно заходить в вагон, безопасно выходить. Правда вот часто машин на рельсах, как на проезжей части. По этому образцу общественница Елена Шилкина предлагает обустроить остановку горбольницы. Говорит, это крайне необходимо. Местные часто ездят на трамвае. Очень удобное перемещение от метро на площади Калинина и в Дзержинский, Октябрьский и Калининский район. То есть это однозначно. Это значит, минуя все пробки, достаточно быстрее, наверное, чем сейчас двигаться на других транспортных средствах. Мэр Новосибирска с доудами соглашается. Тут же поручение департаменту транспорта оценить обстановку, если возможно, сделать перроны. Срок до 1 сентября. Это будет, конечно, определенным препятствием для движения автомобилей. Но все-таки город для людей. Здесь в приоритете безопасность пассажиров, в приоритете безопасность пешеходов. Просьба оборудовать именно на этом перекрестке, она будет учтена, как и будут учтены, и будут продолжены работы вдоль Богдана Хмельницкого. В планах на год 11 остановок. И еще один вопрос. Мост через Сухой Лог на улице Александра Невского. Люди здесь постоянно ходят, даже в лютый мороз. Ирина Пустовалова работает в роддоме здесь два раза в день, на смену и обратно домой. Шатается он, да, ломается. Старенький уже мост. Надо ремонтировать? Ну, надо, конечно. Особенно доски, конечно, надо. Они уже непригодность пришли. Эту переправу тоже починят до осени. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.